Давайте приступим. Позвольте представить нашего первого докладчика. Гай Кертис – это старший преподаватель в школе психологических наук в университете Западной Австралии. И даже мы на Европейской конференции, он первым является нашим ключевым докладчиком. Он из Австралии. Гай уже более 15 лет занимается исследованием академической честности. Он вовлечен в различные проекты. Он также был коллегой Трэйси Гретис из института. И они выполняют это исследование вместе. И его ключевой доклад будет посвящен развитию понимания академической честности. Хорошо. Большое спасибо, Томас и коллеги. Я все еще вижу, что там какие-то проблемы у нас есть. Да, люди слышат и русский, и английский язык. Сейчас… Да, канал, который вы хотите слышать. И затем нужно там заглушить первоначальное аудио. Хорошо. Да, я говорю тогда. Сейчас мы тестируем русский канал. И, пожалуйста, коллеги, тогда нужно… Да, то есть люди подтверждают, что это работает. Да, будем надеяться, что мы не будем мешать также Гаю тогда. Да, да. Итак, он теперь надеется, Гай, что действительно сейчас у всех все работает, и что языковой канал работает, и перевод тоже правильно работает. И тогда сейчас все видят также экраны, и первое исходное аудио заглушено, чтобы не мешать также другим каналам. Таким образом, мы надеемся, что теперь участники слышат, соответственно, Гая на английском канале, и русский перевод на русском. И презентация Гая посвящена его личному путешествию, изучению академической честности с студентами, которые тоже являются исследователями в данной области. И академическая действительно честность, и больше именно идей в отношении академической честности и о том, что с этим связано. Итак, перед тем, как я начну, я хотел бы высказать благодарность Университету Западной Австралии. Это страна, исходная земля народа Нонгар, и это действительно, они являются хранителями этих земель Западной Австралии. И что я собираюсь вам представить, о чем мы с вами будем говорить. Вот это наш график. И я хочу с вами поделиться своим первым опытом исследования академической честности, и затем, каков этот опыт исследования академической честности, и о том, о чем можно здесь говорить, и вот как это можно интегрировать в обучение, в преподавание. И затем мы исследования вот на этом академическом пути, как это изменилось, именно пользоваться возможностями с другими людьми также, и что в конечном счете привело меня два года назад к работе над проектом по стандартам качества образования. И где я сейчас знаю, и очень кратко, вот мы сейчас в этом говорим, и теперь это путешествие, о котором я собираюсь вам поведать. И мы здесь также исследуем о том, откуда эти идеи поступают, и это действительно удача, там, может быть, совпадения, которые повлияли на меня, и которые отражают мою собственную практику и темы, которыми я занимаюсь. Вот это наша временная линия, в 1993 году, это уже некоторое тому назад я поступил в университет как студент первогодка и изучал психологию, и на первом семестре в университете и я именно слышал о ссылках, использовании ссылок, и ссылки – это то, что я однажды делал уже в средней школе, в старшем классе. Да, то есть, допустим, данные из книги там я использовал, там, когда я писал в субъекте, в остальном это все для меня была совершенно новая информация, которую мне необходимо изучить, и, да, потом я старался сделать это настолько хорошо, насколько я мог, и это было уже раннее обучение, я помню этот опыт, и я действительно вот уже рефлектировал над опытом, который у меня имелся, не зная пока еще ничего толком о ссылках, о цитировании, о плагиате, и я думаю, когда я размышляю о том, как мы сейчас обучаем студентов в наших университетах или в других вузах, и вот уже в направлении потом, когда я получал диплом в 1997 году, я читал книгу о обманенной экзаменах, и я получил копию и прочел эту книгу, и я могу вам сказать чуть больше на следующем слайде, чуть больше об этой книге, и это был для меня такой интересный опыт, в 1998 году я начал писать диссертацию, кандидатскую или докторскую, и в этих рамках я также занимался тютерством, и я начал действительно вот выходить уже на первый опыт нарушения, действительно, академических нарушений, и да, то есть именно каким образом я занимался, вот выполнял академические ссылки настолько хорошо, сколько я мог, это было очень интересно сказать тоже, что студенты не всегда хорошо это делали, не всегда знали, что нужно делать, или же знали, что делать, но не делали это правильно, и в 2002 году я получил свою первую уже академическую работу на полную ставку, и я ввел, соответственно, группы, и там я наблюдал больше нарушений академической честности, и это первоначальный именно опыт академической честности, это преподавал мне кое-какие уроки, именно в отношении преподавания академической честности моим студентам, и в 2010 году я вернулся обратно в университет Мордоха, и снова продолжал работать над исследованием академической честности, становился для меня все более и более активным в это время, и в 2019 году я вернулся в университет Западной Австралии, и вот в национальный проект по академической честности в Австралии, и это действительно моё путешествие жизненное, которое я представил сейчас с вам в приезжай время. Теперь краткое упоминание этой книги «Обман на экзаменах», которая была опубликована ещё тогда. Ваша книга – это такое собрание историй, как студенты обманывали на экзаменах, и это интересно, читаете книгу, там легко понимать, и одно я заметил в этой книге в то время, что в то время, когда эта книга была опубликована, экзамены, правила экзаменов в моём университете изменились, они начали, то есть когда говорили студентам, что они должны действительно там, чистая там вода или там какие-то жидкости, и я удивлялся, изменились ли эти, почему эти изменения в правилах там имели место, но я слышал в то время, как я когда читал эту книгу, я действительно понял, что вот студенты, допустим, прятали шпаргалки в своих там шапках там или в бутылках с водой там, или у них какие-то этикетки были там, то есть что были, допустим, непрозрачные, и многие правила, которые действительно были внедрены, они именно были направлены на то, чтобы этому противодействовать, и позднее люди должны были тоже читать эту книгу, и что можно делать, чтобы экзамен был более надежным, чтобы было меньше возможностей для обмана, то есть люди читали об этом, как они информируют там остальную часть академического сообщества, это достаточно важно, тоже внедрять эту практику было, и теперь в 2004 году я, меня студенты запросили там в Максо-Курисе включиться в исследовательскую программу, магистерской программе по преподаванию психологии, и я выбрал это в Китае, там преподавал английский язык, и также именно вот занялся темой, вот как может быть именно, как это в различных стилях обучения там выглядит, и заметил также в литературе, в частности, там обсуждалось, что в китайской системе образования, то есть что там поощряется прямое копирование преподавателя, и необходимо избегать интерпретации своими словами, и также, да, что азиатские международные студенты, люди, которые, ну, местные люди в Австралии, также и интернациональные студенты, международные студенты из Азии там, что там, да, было меньше понимания в этом плане, то есть там не было понимания вот среди азиатских, что такое именно плагиат, и мы разработали здесь понимание вот этих случаев, и здесь действительно вот плагиат, вот чтобы здесь показаны типы, мы разработали классификацию типа плагиата, да, то есть цитация без указания, допустим, первоначального источника, да, или без знаков цитации, да, как будто ожидается подобной ситуации, или, или такое скрытое перефразирование, когда мысль берется из одного источника, там перефразируется, но без ссылки, то есть без оформления цитатой, и, да, то есть вот это письменное там рассуждение, или же вот написание работ по заказу, мы разработали сценарий, вот на основе этих изменений, когда мы представляем студентам сценарии, и меры, мы объясняли их поведение, как, например, здесь студент, возможно, да, он взял фразу из первоначальной статьи, и там будет ли он упоминать публикацию, после, да, после, допустим, в скобках, однако он не включает в знаки цитации, мы меняли там понимание со стороны студентов, что учлили они это как плагиат или нет, и что студент поместил ссылку на работу, не оформил как цитата, и насколько, да, серьезно вот это нарушение, тоже мы разбивали там по степени серьезности, и здесь, может быть, что-то, что-либо делать, то есть и повторяемость, то есть повторная вовлеченность такого рода поведения, и также мы обнаружили культурные различия между азиатскими и австралийскими студентами, отличий, вот, или, по крайней мере, существенных различий между ними не было в отношении вот различных типов плагиата, это было интересно, и что еще было интересно для Огайо, это типы и виды плагиата, да, вот прямое перефразирование или скрытое перефразирование, и формы плагиата, которых он там действительно не знал понимания, может быть, сейчас, до понимания, и далее студенты не понимали вот это скрытое перефразирование, да, что это, и понимали, что вот это перефразирование такое тоже, ну, было тоже неприемлемо, и так же интересно, что типы плагиата, которые студенты были вовлечены, и, 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 или скрытое перефразирование, они не рассматривают это как серьезное нарушение, да, что студенты понимали то, что он считал серьезным, студенты не считали это серьезным, и, также второе, это было повторное использование, допустим, там мыслей оценки больше, чем на одном занятии, и, да, студенты, допустим, могли там разные слова это выражать, то есть, важные уроки для ГАЭа были, сводились к тому, что отношения между пониманием вот этой повторяемости плагиата и серьезности плагиата показали, что студенты не знали, что некоторые вещи являются плагиатом, или же они не считали это серьезным нарушением, и, и вот уроки, которые, допустим, Гай выучил, это то, что можно адресовать в ходе преподавания, и, да, то есть, именно, что вот, именно вот плагиат, цитирование и академическая честность, то есть, мы можем в этом направлении, действительно, можем заставить студента воспринимать это как более серьезное нарушение, и вот с этими новыми знаниями, которые повлияли на преподавание ГАЭа, вот он там действительно опирался на поддерживающие ресурсы, это вот ссылки и плагиат, опросник по психологии он разработал, и там было целый ряд ответов, вопросов и ответов, каким образом нужно оформлять ссылки, и почему это важно, именно вовлекаться в надлежащие практики, академической честности, и затем коллеги говорили, что один из моментов, которые действительно мы здесь в психологии делаем, это то, что можно выполнять оценку на основе компетенции, то есть давать людям тест, который можно уже даже в игровой форме использовать, эти стараться, и возможно вот этот подход мысленный, и вот оценка действительно в преподавании, академической честности, и порядка ссылок, и это различными способами, в различных аудиториях проводил это преподавание, и затем, в том числе оценку, тоже понимание, насколько студенты понимают, что такое именно правильная работа со ссылками, там и в контексте также подготовки магистерских работ, кроме того, в 2009 году было проведено новое исследование, психологическое, и я предлагал, что в 2004 году у нас были собраны данные по плагиату, и было хорошо, что это исследование там началось, что в 2009 году, мы, могу сказать, да, что кое-что изменилось за эти пять лет, 2004 по 2009, и поэтому действительно он исследовал плагиат, здесь в исследованиях и публикациях в этой области, там также выполнялся целый ряд, такого рода выполнялся, и теперь один из других вопросов, которые были поставлены, где работают вот эти вещи там по магистерскому обучению, да, как обучать студентов, каким образом лучше оформлять ссылки, и обучать студентов, как они, ну, лучшему пониманию академической честности, и вот это преподавание у нас было где-то в аудитории около тысячи студентов, и действительно компетенция там проводилась, тесты вот в отношении оформления ссылок, и в рамках этих аудиторий студенты могли тоже там вращаться, и возможно, еще через год, когда это произошло, там проводил эти магистерские экзамены, и экзамены должны были проводиться вот, когда другие должны были сдавать свои задания, и, да, там, насколько студенты освоили вещи, которые он хотел, чтобы они освоили, и коллеги в Мирдзенском университете, также и в Корее, затем они внедрили и объединили большую серию тестов, которые давали студентам-первокурсникам, и самые первые здесь знания, которые вот он излег из этих тестов, были достаточно позитивными, что преподавание студентам академической честности, это преподавание было, у Мгая они были на третий курсник, ученики в основном изучали это, вот, в большей степени, чем первогодки, и в соответствии, там, проверки, там, заданий студентов, и, да, и, да, может быть, действительно, ваши ссылки были очень хорошие, да, мы действительно это делали в каких-то онлайн-модулях у нас на первом курсе, и, да, то есть, это было сложно, но мы знали, как теперь оформлять ссылки, и вот все этот опыт, который я помню, вот это было за год до того, как я из университета Западного Силья переехал в университет Мердоха, и я спросил там, могу ли я получить копии тестов, и когда я смог уже применить их в университете Мердоха, она сказала, да, там, вот, коллега, который за это отвечал, и потом мы совместно с другими коллегами работали в университете Мердоха, изучали, тоже преподавали студентам академическую честность и ссылки, порядок оформления с этим, и именно насколько, так сказать, это необходимо применять в магистерских тестах, и вот часть слайда справа, понимания студентов всех типов плагиата, и использовалось, да, в этом обучении, которое я упоминал ранее, и только 25% первокурсников понимали все семь типов плагиата, что они действительно, что все семь типов плагиата являются плагиатом, и начали года, то есть до того, как они были вовлечены вот в эти тесты, в конце семестра после проведения этих тестов, количество студентов, понимающих, что все эти типы плагиата являются плагиатом, удвоилось, но это действительно рефлексия, которую предприняет, то есть именно, что какое влияние оказал сам тест, но мы также заметили, что в сравнении со студентами-второкурсниками, которых не проходили опыт вот этих тестов, наши даже студенты-первокурсники по прошествии теста, они выглядели лучше, то есть там у них было больше количества понимающих, чем у студентов-второкурсников, не проходивших тестов. Да, то есть именно они обладали лучшими навыками академической честности. В 2013 году, да, у меня, я взял сабетикл, и мне там вот одни вещи, некоторые вещи, мне вот, в общем, тоже пришли в голову, что вот провел второй исследователь в университете Западного Сиднея, рассматривая вопрос того, как понимание действительно серьезности плагиата, и в это время, если люди, которые там примерно около четырех тысяч комментариев, я мог тоже работать, действительно, и у меня была идея там контактировать тоже с временем этот счет, и первое исследование, которое я вам упоминал, и оно все еще там проводилось, в университете Западного Сиднея, и я сказал, в следующем году, тогда, если мы получим некоторый ответ там, в 2014 году, тогда у нас там получим данные, ну, возьмем данные 2004 года, 2009 года, 2014 года, и у нас будут интересные временные ряды, и посмотрим, сможем ли мы действительно это преподавать и проводить это, и студенты, какие там, именно для них все это подготовим, то есть что-то в этом роде, это может быть, вот рассмотрение данных будет интересно, это привело к тому, что эти статьи, то есть которые вы видите на экране, то есть вопросы ставятся такие, меняется ли в благеатном протяжении времени, то есть вот это десятилетнее исследование с такой временной задержкой, значится в 3-х точках замерения, и вы видите, то, что я заметил, вот в это время при изучении плагиата, что вот эти временные периоды, что существовала тенденция к снижению количества студентов, которые были вовлечены в какую бы то ни было форму плагиата, в 2004 было 82%, в 2009 74%, в 2014 64%, крайний раз, потом многие люди говорили, что это различные там типы плагиата, что это меняется, и да, что меняется, увеличивается, но в это время у меня было свидетельство, которое позволяло подтвердить, что плагиат не расширяется, мы точно не знаем, почему тенденция была к снижению случаев плагиата, мы именно использовали при этом программное обеспечение по соответствию текстов, по сравнению соответствия текстов, но и именно в магистерских курсах, которые продолжали вот студенты в Университете Западного Сильная по академической честности, и они действительно все больше и больше узнавали на тот счет, вот в то время это тоже было очень полезно. Затем в 2016-2017 году у меня было целый ряд вот таких вот изменений там по серьезно-научной подготовке, и здесь многое уже выполнялось работа, выполнялось также работа в отношении исследования академической честности, и что в это время шансы полуповторно здесь вот в верхнем углу это фотография Джонас Клинна, он исследователь, он был исследователь по криминологии в университете Мордоха, и здесь интересно было соединение с ним, и НГАЯ сначала встретил Джо, как аспиранта по психологии, когда они снова встретились, мы встретились, то он снова тоже вовлекся вот в то, чем я сам занимался, и вот здесь это коллега тоже в верхнем правом углу, это Питер Джонсон, это психолог, исследователь, да, который занимается исследованием поведения, исследованием личности, и в нижнем левом углу, это модель, которая представляет то, каким образом вот эти установки поведения там выглядят, и здесь затем напоминал также статья, которая использовалась, статья, журнальная статья, и все эти вот встречи с этими людьми привели меня к новым свежим идеям. Например, как криминолог сказал, что люди отвечают за вот такие преступления, и мы, что мы можем ожидать от людей, которые пишут научные работы по заказу, допустим, за деньги, да, то есть они, конечно, будут это повторно вовлекаться в это, и я сказал, у меня нет данных, и я ему сказал, то есть он сказал, что у него нет данных, я сказал, а у меня есть данные, потому что мои предыдущие исследования вот пятилетней давности, они как раз, я всегда спрашиваю, а вы когда бы то ни было это делали, и потом анализировали, делали люди это, и то есть мы не спрашивали, как часто, а и возвращаясь к этим исходным данным, мы могли сказать, что люди, которые действительно вовлекались вот вот такого рода деятельность, и что люди, которые хотя бы раз это сделали, они склонялись к тому, чтобы повторно это делать, и затем потом также проводились исследования, каковы причины плагиата, то есть как можно предсказать вовлечение действительно студентов в плагиаты аспирантов, сколько я говорил с Джо, то я думал также об этом основании вот такого рода правонарушений, и да, в частности, что важно было понимание вот этого неэтичного поведения, и первое исследование, которое я предпринял в этом направлении, это бихевиористское было исследование там академического поведения, теория запланированного поведения, можем мы заменить безопасное, поведение людей, да, то есть самоконтролем люди чувствуют, что они могут остановить сами себя от выполнения каких-то нежелательных действий, мы тестировали эту модель, знают люди, что мы ожидаем вот этих установки там в отношении самоконтроля, их намерения, допустим, и вот, чтобы они не вовлекались в плагиаты, и мы подкрепили эту модель статистическими исследованиями, люди, которые действительно может быть, там кому-то нравится, кому-то нет, но вот мы говорили, что вот это отношение, оно было представлено в статистической модели, затем и есть несколько вопросов, первое, это самоконтроль, который прекращается, который отличается от такого бихевиористского самоконтроля, что я могу там, допустим, что-то сделать, когда вот это исследование могло сказать нам больше о людях, представляющих такие модели поведения, и еще другие моменты, которые говорили именно о вот здесь о серендивности, допустим, о непрогнозированных каких-то достижениях, и мы там заметили два типа норм поведения, первая это группа, и вторая, что люди думают, что является правильной вещью, и затем мы выдвинули идею, здесь дескриптивные модели, здесь вот именно нормы и самоконтролируемое поведение, и что мы обнаружили, мы видели, что без прямой связи между самоконтролем и вот самым бихевистским контролем есть разумная модель, которая более-менее работает в отношении предсказания плагиата, и вот вещи, которые были интересными здесь, это что является наиболее подходящей моделью, которая лучше всего работает статистически для объяснения плагиата, потому что если мы будем знать это, то у нас будет наилучшее представление о том, когда вмешиваться, на каких этапах интервенцию, и статистически наиболее подходящая модель, она была выведена из норм намерений совершить плагиат, и в частности тоже их намерения, что студенты думают, что правильно, это очень важно, вот их намерения очень важны в отношении выполнения, то есть намерения там выполнения плагиата, и последующее поведение, и важно также, что мы вот это должны все выведить и сообщить студентам, как правильно действовать, что именно нужно правильно делать, и вот каковы должны быть их намерения. Вот в 2018 году еще пять лет прошли там вот данные в отношении там 2019 года, и вот университет Западной Австралии, Западной Сидне, и там люди уже выпускаются университеты, и какие люди еще остались университетем из моих знакомых, кто работал со мной, и вот как раз вот эта фотография, кто здесь был моим аспирантом, и я был его научным руководителем, и Келлан в это время, на этом этапе он работал в университете Западной Осидне уже некоторое время, и был действительно очень заинтересован вот в этом проекте, я с ним там в контакт, и спросил ты хочешь еще поучаствовать еще одном исследовании плагиатом в университете Западного Сиднея, и он сказал, да, это было бы здорово, и мы действительно начали это исследование, и теперь у нас эта статья есть, которая вышла уже на studies in high education в 2019 в 2019 году, да, то есть она еще действительно ждет, ну, и я представлю тоже, вот, был занят также другим делом, что рост плагиата продолжался в течение времени, но не так интенсивно, то есть уменьшение там случаев плагиата продолжалось, но не так интенсивно, как в предыдущие годы мы, ну, вот, было также мета сравнения проведено трех различных исследований, и да, вот исследования обмана и плагиата с 1919 по 2020 год на этом протяжении, то есть три были основных исследований сравнивались, и в принципе тенденции были одинаковые, вот, возвращаясь к Джоэк Клэр, и размышляя о том, вот, что Джонсон сделал, когда студенты, действительно, они дают заявление на работу, и вот эта презентация работы, здесь также почему отношения там, то есть множество вот этих взаимоотношений, допустим, это браки, то есть что оканчивается тем, что люди остаются вместе, но да, почему браки, допустим, там распадаются и так далее, и в это время мы Джоэк, и я, мы также занимаемся исследованием университета, и Тиаса также была заинтересована также исследованием по на стыке психологии и криминологии, и таким образом мы вот эту идею представили выполнить исследование по выполнению научных работ на заказ за деньги именно, то есть кто вовлечен в этот процесс, и мы взяли 2000 студентов для того, чтобы иметь хорошую выборку по действительно по написанию работ на заказ, понимание того, кто в это вовлечен, да, и плагиат, и вот вопрос, и большинство из нас, там, кто не был вовлечен в здесь в эти нарушения в плане работ по заказу, может быть, да, то есть может быть я застал уже там привычкой там вовлечения, то есть мы провели такой мозговой штурм, и вот чтобы исследовать идеи, почему люди не стали вовлекаться в написание работ по заказу, и мы примерно 1800 студентов исследовали, и примерно 1300 там получили, то есть опросили 1800, получили 1300 ответов, мы также учитывали индивидуальные отличия, которые предсказывают здесь основания, в частности, то, что Джонасон сделал, и вот, так сказать, различные аспекты личности, такие как макевиализм, нарциссизм и психопатия, вот, аморальное, неэтичное поведение, то есть мы вот связь с этим людям могли бы пытаться по различным причинам не обманывать, а другие, допустим, наоборот, пытались повторно обманывать, то есть люди, которые были, действительно, представляли вот эти особенности личности, такие как макевиализм, нарциссизм и психопатия, что они не слишком были ограничены какими-то моральными рамками, то есть они все равно стали бы это делать, в том же время, как люди, которые находили, они бы беспокоились о каких-то вещах, что они может быть беспокоились о том, что они могут подвергнуться наказанию, и, с другой стороны, люди, которые были нарциссистами и склонялись к макевиалистскому и склонировали. Что мы предприняли? Здесь мы представили определение обмана вот этого написания работ по заказу, допустим, и задавали вопросы, делали ли это какая-либо, мы там провели вот это психологическое измерение, там также основания изучили и причины вовлечения в обман, вот это связано с нарушением работ по заказу и причины, почему, допустим, люди не применяют эту практику, то есть, что люди имеют высокую мотивацию к обучению, я не обманываю, потому что я считаю это аморально, или некоторые тоже, допустим, хотя это не самая главная мотивация была, некоторые боялись просто наказания, отклонения, или студенты обычно говорят, что я не обманываю, потому что я не могу обманывать, или они говорят, что я не могу допустим обманывать там по дагимичинам, и что мы обнаружили, это также то, что мы думали, что здесь действительно характеристики личности, они могут уже предсказывать, насколько эта личность может быть вовлечена в обман академический, то есть отрицательная была ассоциация с лицами демонстрирующими такие черты характера, мекаризм, псевопатия, то есть что для них в общем мораль, и люди именно демонстрирующие мекаризм и нарциссизм, они скорее опасались наказания и обнаружения того, что поэтому они наказали. И опять еще история, которая действительно ревантливна для этого, мои студенты Киаза, они представили исследование плагиата и тоже мы представили в Южной Австралии на конференции и Трейси тоже немного обо мне и вот когда там публиковалась по темам академической честности и также сама Трейси тоже проводила большое исследование по написанию научных работ по заказу в Австралии и она являлась ассистентом исследователем в этом проекте и я тоже Трейси там если этот проект будет реализован там мы там разрабатывали воршопы по академической честности начинали их проводить в Австралии и по инструментарию реализации академической честности учинив эти проекты и мы подали заявление получили грант и в 2018 году вот мы вот Марго Макнил и вот тоже Гай Трейси Мбитрак и Кристина Слэйч и в Австралии и Новой Зеландии мы действительно проводили исследования по академической честности в секторе высшего образования в Австралии мы путешествовали там получили определенные публисити в средствах массовой информации проводили мероприятия по надлежащим практикам в нескольких различных местах и в нескольких точках мы здесь как раз проводим презентацию в университете Западной Австралии и в Новой Зеландии также по презентации этого проекта и мы оценили проект и чтобы иметь возможность сказать там представление профессиональное действительно развитие в высшем образовании насколько это влияет на знание академической честности это действительно как люди изучают академическую честность даже уже в существующие там сотрудники университета или как они действительно это это связано действительно с профессиональным развитием в рамках университетов и инструментарий которые мы разработали стараясь именно включить вот эти стандарты качества в профессиональное образование мы смотрели на существующие ресурсы которые имеются мы их старались объединить и привлекли какие-то новые результаты которые люди может быть ничего не замечали и новые ресурсы других людей вот в ключевых исследованиях по всей Австралии во время этих воркшопов мы их интегрировали и мы получаем также обратную связь там люди смотрели вот на это то есть даже для уже достаточно было запущено и вот далее там еще на 7000 как мы могли сказать это действительно ресурсы которые доступны для любого интересующегося текса gov.au и slash toolkit это адрес в интернете который сейчас на слайде то есть вот ресурсы этого проекта и люди действительно их можно почти там на то чтобы их приглашаются смотреть туда и причина да насколько ваша собственная там работа может быть если она связана тоже с академической честностью честностью и за последние пару лет проводились еще несколько исследований по академической честности и здесь они перечислены и конечно с психологической точки зрения там влияние академической честности например вот тоже связано с особенностями личности насколько вот эти особенности могут повлиять на обман и академические нарушения на поведение и факторы предсказательные факторы академической честности то есть действительно интересно потому что вот мы подаем как раз действительно исследования по там преобладанию написания научных работ по заказу но не использование традиционных стандартов и вот этих исследований потому что вот эти меры по самоотчету то есть люди которые могут быть там вовлечены в неэтичное поведение это вот то есть чтобы ну создать вкус или представление о том чем я занимаюсь в области исследования академической честности какова эволюция вот этих исследований развития понимания академической честности и я точно не знаю может быть у нас какие-то вопросы уже есть у нас еще есть несколько минут и я готов ответить если вопросы появились Гай большое спасибо замечательная презентация эти люди большей частью давали комментарии жаловались на какие-то сложности с переводом там были вот но тем не менее да все это в конце концов там как-то заработало у нас да и вот количество действительно уже там вот исследований там возвращаясь в 2000 году там не так много статей там вышло вот и может быть там навигация была там несколько усложненная однако сейчас количество исследований действительно значительно больше и значительно выше и у нас были вопросы от Ария почему студенты да действительно вот это вот это здесь действует вопрос как я уже говорил работа которую да вот мы с Джон Клиа он криминолог и теория криминологии почему люди вовлекаются в такие вещи во многих случаях это просто если возможность что-то сделать то люди будут это делать то есть уменьшение количества возможностей вовлечения в ненадлежащее поведение да то есть значительной степени может предотвратить ненадлежащее поведение от его реализации вот это оценка тоже в области насколько например у вас высшее образование там мы можем постараться и затем вопрос от Деборы Гольф вот вы публиковали мы слышали о проблемах там в вчерашних комментариях почему вот мы говорили о публикациях в этих там пиратских журналах и так далее то есть ну вот психология мы там публикации да то есть вот эти вот границы психологии что это было бы достаточно хорошо получать там вот эти вот шансы там пройти то есть исследования которые действительно вроде да действительно мне было самому интересно заниматься вот этими вопросами честности вот в фронте в психологии фронте в психологии я предложил включить целый ряд цитат которые может быть совершенно нерелевантны моя статья однако что я сделал например и что было с этим связано в большей степени что надлежащие или приемлемые вот как-то вещи как-то делать я так же учитывал да вот это пересмотр потому что вот ну там проверяющий там идентифицирована жена и вот пересматривая я бы сказал да что я включил действительно цитаты которые работали на самом деле вот но которые не были релевантными для этих статей то есть вот это также была модель поведения вот этого редактора и да то есть конечно выявление того что насколько редактор может быть делает не совсем правильные вещи и да тоже чтобы прекратить вот эти моменты то есть действительно вот такого рода качественные журналы они действительно также они выполняют свою важную роль в обеспечении этичного поведения теперь у нас вопрос если 3% студентов участвуют в плагиате можем ли мы устранить их обман вот усилением студенческой честности вот и доверие или эти студенты всегда обманывают и это оправдывает инструменты обнаружения обмана в нашем контексте это было коммерческий обман то есть коммерческое написание работ по заказу то есть там примерно действительно 3% студентов которые увлекались в заказ вот этих научных работ там для чтобы для них вписались и в исследование надеюсь которое тоже ну это предлагает что цифра даже может быть раза в три выше однако даже если вот это небольшой процент все равно он делает допустим может быть усложняет какие-то возможности в работе против этого и Томас Линк там может быть может еще другие комментарии да вот это но это может быть теперь уже не столь сложная работа потому что программное обеспечение по проверке соответствия текстов теперь уже выполняет хорошую работу и то есть это в общем тоже один из инструментов предотвращения и вот книга которую Трейси выпустила в прошлом году у нас там модель в этой книге была опубликована уровни вот этих обеспечения вот академической честности и барьеры по обеспечению академической честности с моей точки зрения академическая честность это не только там что одно единое решение необходимое иметь во-первых преподавание там действительно инжиниринг там то есть именно и какие-то меры такие ну принудительные тоже по реализации то есть это целый ряд аспектов включает себя для того чтобы и вовлеченность студентов благодарю там комментарии тоже что именно написание работ по заказу насколько да вот я могу здесь со своей стороны сказать хорошо тогда здесь есть еще вопросы однако мы уже выбиваемся из регламента и наше следующее действительно да наше следующее начнется через 10 минут и людям конечно нужно еще небольшой перерыв большое спасибо за презентацию за перевод на русский язык и поэтому большое спасибо всем участникам презентации вот за внимание к нашему докладу спасибо